Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТУСУ, выпуск вечерних новостей. В студии работает Гульмира Тимиргалиева, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Новые поправки. В Алматинской области вводятся ограничительные меры. Госпрограмма в действии. Обновленный Дом культуры встречает гостей. Тысяча и одна сказка. Впервые в регионе запускается оригинальное творческое состязание. Невосполнимая утрата. В последний путь проводили одного из величайших актеров казахского кинематографа Алимгазы Раимбекова. Прощание с ангелом в Тюбетейке состоялось на родной земле Аксакала в Коксусском районе. Алимгазы Раимбеков, несмотря на преклонный возраст, всегда отличался хорошим здоровьем. Потому его кончина стала неожиданностью для всех. Особенно сокрушительным этот удар судьбы оказался для супруги ангела в Тюбетейке Гульжавар Апы. «Он был человеком ответственным. Его всегда приглашали на различные мероприятия, и он никогда не отказывал. Был открыт и доступен для всех. Я знаю его, как никто другой. Мы вместе прожили 62 года, воспитали 10 детей. Как мне не быть сломленной в этот момент? Он самое дорогое, что было в моей жизни. Память о нём я навсегда сохраню в своём сердце». Свои соболезнования родным и близким Алимгазы Раимбекова выразили в телеграммах Ельбасы Нашултан Азарбаев, президент Казахстана Касымжомар Тукаев, министр культуры и спорта Ахтуты Раимкулова, а также президент казахфильма Акан Сатаев. «Араб был очень светлый человек. Он всегда принимал активное участие в общественной жизни своего региона, Казахстана. Активно принимал участие в деятельности казахфильма. Всегда интересовался деятельностью киностудии «Казахфильм». Состоянием киностудии «Казахфильм». Активно принимал участие во время празднования столетия Шакена Айманова. Я сам лично с ним в 2014 году ездил на дни казахского кино в город Павлодар. Мы там около недели вместе были. Показывали фильмы, встречались, творческие вечера были. Очень светлый, хороший человек. Он был наглс казахом. Вышел с аула, поработал в кино, оставил свой след в нашем классическом кино. И вернулся в свой аул этот многодетный отец, гражданин. Давайте беречь классиков, актеров нашего кино. Их от так мало осталось. Очень много раз гостил, он у нас жил. Мы с ним на полу спали, я ребенок был. А он здоровый такой, прям природа, как хаджимукан. Ну, казахи, мы запомним его. Родные не сдерживали слез, и даже хмурое небо грозилось разразиться дождем, словно скорпя вместе с ним. Ведь сегодня небеса приняли нового ангела. Ангела в тюбетейке. Ужесточение карантинных мер вводится в Алматинской области. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, ограничения начнут действовать уже с завтрашнего дня. Об этом было объявлено на прошедшем брифинге для представителей СМИ. В настоящее время Алматинская область находится в желтой зоне. На сегодня здесь зарегистрировано 8376 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них с симптомами 3325. Превышение областного показателя заболеваемости наблюдается в городах Тикелит, Алдыкурган и Капшагай, а также в Куксусском, Каратальском, Ескельдинском и Аксусском районах. За последние две недели темп прироста болезни увеличился на 0,2% и сегодня составляет 1,1%. Меры, вводимые с 21 января, затронули работу торговых домов, крытых рынков, саун, религиозных объектов и общественного транспорта. Так, в часы пик количество автобусов будет увеличено, а график работы продлен. Дольше, а именно с 10 утра до 22 часов, в будние и субботние дни, отныне смогут работать и торговые дома. В воскресенье будут действовать ограничения. Внутри Алматинской области, Искельдинский и Юйгурские районы находятся в желтой зоне. Город Талдыкурган находится в красной зоне. В связи с этим было принято постановление номер 2 главного государства санитарного врача Алматинской области, которое вступает в силу с 21 января. Там предусмотрены ограничения в воскресные дни для спа-центров, саун, для торговых домов и для крытых рынков. Ограничения деятельности в воскресные дни. В остальные дни для рынков и торговых домов мы, наоборот, продлеваем время для того, чтобы они успели. Коронавирусная инфекция вносит свои коррективы в выборе профессии абитуриентов. С пандемией COVID-19 спрос на профессии изменился. Специалисты какой сферы сейчас оказались более востребованы? И кем планируют стать выпускники 2021 года? Смотрите в сюжете. Кем стать? Этот вопрос каждый год волнует выпускников школ. Время меняет спрос на профессии. Так, например, Оружан Алимгазина, ученица 11 класса, ещё год назад хотела стать преподавателем английского языка. Свободное владение тремя языками – требование времени, говорит Оружан. В пандемию профессия преподавателя для неё также осталась в приоритете. Но заинтересовал её теперь уже другой предмет. В связи с пандемией, как раз-таки, наоборот, возросло желание стать учителем. Потому что видно было, что учителя стараются, кровь из носа хотят помочь детям. Поэтому, нет, всё ещё хочу стать учителем. А вот решение своё поменяло в конце 10 класса, когда началась вот эта вот дистанционка, и все начали в чатах переписываться, и увидела, что люди не могут просто написать правильно какое-то слово. Вот мне хотелось с этим помочь в обществу. Сейчас хочу стать учителем русского языка. В этом году 24-я Талткурганская школа-лицей выбыскает 66 учеников. Сейчас в образовательном учреждении идёт активная подготовка к ЕНТ. По словам педагогов, карантин повлиял на выборочные предметы в тестировании учеников. В прошлом году пять наших учеников поступили на медицинские специальности в высшие учебные заведения страны. В этом году желание быть медицинским работником у ребят возросло ещё больше. На 12% наблюдается прирост. Так, в этом году 20 человек хотят отучиться и работать в медицинской сфере. Перед лицом пандемии именно профессионализм и самоотверженный труд медработников позволили избежать больших человеческих шертв. До сих пор врачи с риском для жизни продолжают работать в самых горячих точках. Герои здравоохранения – живой пример для подрастающей молодёжи. Только в прошлом году в Талткурганский высший медицинский колледж поступило 400 учеников. Среди них немало обладателей красного аттестата и золотой медали. Ну и в этом году, в связи с пандемией, наверное, был очень большой конкурс в наш колледж. Практически по всем специальностям было один к четырём. То есть на одно место поступало четыре студента. Пришло у нас 28 человек с красным дипломом, один человек с Алтембельга. То есть это о чём говорит, о том, что уровень колледжа повышается, престиж колледжа, востребованность в данном случае медработников повышается. Несмотря на вот эти все трудности, хотят обучаться этой специальности, чтобы в дальнейшем помогать нашему населению бороться с пандемией. В связи с карантином многие учреждения перешли на дистанционную работу. Так повысился и престиж работников сферы IT. Востребованными стали и сервис наставки, и такси, и колл-операторы. В списке также работники общепита и салонов красоты. Пана Усимбекова, Мадина Берек, Кызэжай, Курмамбаев, Аблайкут, Токпай, Телеканал, ШТСУ. 13 тысяч выпускников Алматинской области проверят свои знания на зимнем ЕНТ. Возможность сдать выпускной экзамен продлится до 5 февраля. Всего для проведения единого национального тестирования в области организованы 14 специальных пунктов. Уже в этом году в Алматинской области свыше 17,5 тысяч выпускников пополнят ряды абитуриентов. Более 74% из них выразили готовность испытать свои знания и готовность пройти государственное тестирование. Я выберу географию или английский язык. В будущем хочу быть специалистом в области туризма. Подготовка к ЕНТ у меня прошла на высоком уровне. Закреплял полученные знания ежедневно. Теперь пришло время проверить их на прочность. В связи с пандемией в этом году сдача ЕНТ проходит по-особенному. Во всех 14 учреждениях строго соблюдаются санитарные требования. Тестирование пройдет в 13 потоков. В этом году в области заканчивают школы свыше 17 тысяч выпускников, то есть учащихся 11 классов. Из них на участие в едином национальном тестировании именно в январе месяце подали заявление свыше 13 тысяч учащихся. То есть это около 74% наших выпускников. Выпускники, которые получат соответствующие баллы, то есть высшепорогового уровня, они имеют право поступать в высшие учебные заведения на платной основе. То есть не участвуя в едином национальном тестировании, которое будет проводиться, скажем, в марте или же в юне месяце. В первый день сдачи ЕНТ 31 учащийся не явился на экзамен. 10 были недопущены из-за нарушения правил. Всего по области примут участие в ЕНТ 120 тысяч учеников. Рустам Аралбаев, Мируэрт Кадырбаева, Асет Бекбатыр, Телеканал ЖИЦУ. Продолжаем выпуск. В Алматинской области создан литературный клуб «Жанр». Первое мероприятие группа посвятила 90-летию известного казахского акына Мукагали Макатаева, организовав творческий челлендж. Челлендж стартовал с отрывка из стихотворения Мукагали Макатаева о родине. Его прочёл журналист, писатель Нусыппай Абдраим. Эстафету подхватил поэт из Восточно-Казахстанской области Абубакир Кайран. Несмотря на то, что челлендж начался совсем недавно, наши соотечественники быстро подхватили идею и принимают в ней самое активное участие. Казахстанцы один за другим читают стихи Мукагали перед объективами камер и выкладывают в социальные сети. Челлендж проходит успешно, как и задумали. Ту цепочку, которую мы запустили, подхватили поэты из Караганды. Появилось трепетное ощущение, будто весь казахский народ поёт. Конечно, мы гордимся своим земляком, восхищаемся его талантом. Именно с творчеством Мукагали Макатаева наш клуб решил начать работу объединения. Литературный клуб «Жанр» начал юбилейный год, как и планировали. Челлендж – это первый, однако не последний проект клуба. Впереди большие перспективы, множество идей и планов. В планах озвучить книги ЖТСУских писателей, будем сотрудничать с ЖТСУ радио, будем также проводить каждые два месяца круглые столы и обсуждать популярные произведения великих людей. Так, например, у нас уже было одно подобное мероприятие. Члены нашего клуба делились отзывами по поводу написания, стилистики, а также в целом идеи и сути романа «Перештилер Ольме» Танымбая Нурмаганбетова. На очереди также крейцерова соната Льва Толстого. Сейчас те, кто не читал эту повесть, имеют возможность ознакомиться с ней. Позже приступим к обсуждению. Возможно, пригласим и писателей из городов Алматы и Нур-Султан. Кстати, ключевым моментом создания литературного клуба стал поиск названия для него. Были предложены такие варианты, как «Каратал», «Алатау», «Поэтика» и другие. Так, в конечном итоге, все сошлись на мнении, что именно название жанр как нельзя лучше характеризует их объединение. «Это же литература. Всегда, когда встречаешь творческого человека, первым делом задаёшь вопрос, в каком жанре ты пишешь. Есть несколько видов жанра, в каждом свой стиль. И, как нам кажется, это название идеально подходит нашему клубу». Впереди у жанра очень много работы по популяризации творчества казахстанских писателей и привлечению в ряды клуба новых людей. Первый региональный конкурс сказок запускается в Алматинской области. Возродить забытые сказки народов ЖТСУ намерены представители КГУ Когамда Келеса. Об этом рассказала директор Дома дружбы Сандугаш Дусенова на площадке ЖТСУ-Медиа. Представители более 70 этнокультурных объединений области уже изъявили желание принять участие в необычном мероприятии. Поучаствовать в оригинальном творческом состязании сможет также любой житель ЖТСУ-СКОГО Края. Материалы можно высылать уже сегодня на электронный адрес домдружбы собакамайл.ру. Заявки и сказки принимаются до 14 февраля. У каждого этноса есть свои легенды и небылицы, уверена Сандугаш Дусенова. Поделившись своими семейными сказками, вы продлите ее жизнь. Иначе они могут затеряться в истории, дополнила спикер. Лучшие по содержанию и тематике произведения в последующем переведут в аудиоформат и опубликуют в специально разработанном мобильном приложении. Иллюстрации к ним нарисуют ученики детской художественной школы города Талдыкурган. Сейчас приложение на стадии разработки. Позже оно будет доступно на площадках Play Market и App Store. Имена победителей проекта будут известны 22 февраля. Главная идея – собрать все сказки, которые затерялись где-то в семьях. Вот так можно сказать. Мы хотим собрать эти сказки, издать книгу. И еще самое главное – мы хотим издать приложение сотовых телефонов, аудиосказки, чтобы любой ребенок перед сном мог включить, то есть мама любая могла своему ребенку включить перед сном, чтобы он мог слушать эту сказку и уснуть. Или же наоборот смотреть на эту сказку, потому что приложение будет мультяшное. Мы хотим, чтобы озвучивали эти сказки, выходцы из Житцузского края, или же наши известные люди, которые сейчас трудятся во благо государства, во благо наших людей. Второе рождение. Большое событие объединило жителей и гостей Кирбулакского района. Здесь после капитального ремонта распахнулись двери местного дома культуры. Реконструкция проводилась в рамках государственной программы АОЛ ЕЛБСГ. О ремонтной кампании, а также полувековой истории культурно-досугового учреждения расскажет мой коллега Руслан Нурмахамбетов. Дом культуры села Сарозек административного центра Кирбулакского района носит имя выдающегося акына своей эпохи Абекена Сарбая. И неспроста, участвуя во многих айтысах, он оставил неизгладимый след не только в истории Кирбулакского района, но и всего Казахстана. Всю свою жизнь Абекен Сарбая посвятил развитию и сохранению народных ценностей. Его духовное наследие служит настоящим воздухом для молодого поколения домпристов и поэтов. Поэтому реконструкция этого дома культуры не случайна. С именем этого и дом культуры связано очень многое. Абекен Сарбаев является ведущим, главным акыном в свое время джитсу нашего Талткурганского Алматинской области. После Абекен Сарбаева осталось много наследия, где он участвовал во многих айтысах, был лидером по Казахстану, по Семеречи, по Павлодарской области, по Карагандинской области. Он не одно поколение плеяда Ахынов воспитывал. Мы гордимся, что наша дом культуры носит имя Абекен Сарбаева. В эксплуатацию здание было введено еще в прошлом веке, в 1970 году. Последние работы по реконструкции здесь проводились в 2008. Однако с той поры сельское досуговое учреждение нуждалось в полном перевоплощении и внутри, и снаружи. Обновили фасад и крышу, реконструировали помещения, заменили инженерные коммуникации, модернизировали и материально-техническую базу. На средства из областного и местного бюджета для дома культуры закупили новую оргтехнику, осветительные приборы и музыкальную аппаратуру. А новые LED-экраны, установленные внутри и снаружи здания, служат оригинальным декором. По словам художественного директора театра, оснащенность технической базы составила 90%. Отметим, на комплексную реконструкцию было выделено порядка 300 миллионов тенге. В будущее у нас запланированы гастроли в другие районы, согласовано с управлением культуры, архивов и документаций области. У нас еще впереди мы сейчас по плану есть театр, народный театр организовать. Уже сейчас мы подобрали людей, вот самих, среди своих работников. Сейчас работа идет. Дом культуры насчитывает несколько творческих коллективов, в числе которых фольклорно-этнографический ансамбль «Куренбель», эстрадные и народные певцы «Домбристы». В культурной жизни Дома творчества активное участие принимают и старшее поколение района. Можно сказать, что Дом культуры стал центром притяжения для людей любых возрастов. Эта концертная программа на подмостках обновленного театра – первая с начала пандемии. Более сотни человек стали зрителями представления. Полюбоваться выступлениями местных артистов они смогли в масках, с соблюдением дистанции в два кресла друг от друга. Мы очень рады такому грандиозному событию. Все очень понравилось, в том числе выступления молодых и талантливых артистов. Благодарю Акимов области и района за такой просторный и современный театр. Они сделали большой вклад в развитие культуры нашего района. В настоящее время в Кирбулакском районе действуют 11 домов культуры. Жителям района доступно 57 разнообразных кружков. Руслан Нурбуханбетов, Осет Дюсимбек, телеканал ЖИЦУ. Больше тысячи новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане. Из 1134 заразившихся только 198 человек приходятся на столицу. 151 заболевших зарегистрирован в Павлодарской области. Неутешительная статистика наблюдается в Акмолинской области и в городе Алматы. Сейчас в активной фазе болезни находятся 25 038 человек. 307 из них в тяжелом состоянии. 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Почти на 300 миллионов тенге оштрафовали жители столицы за несоблюдение карантина, сообщает закон КИЗ. В такой статистике сегодня на заседании правительства пришлось признаться Акиму Нурсултана Алтаю Кульгинову. В стране уже 6 регионов находятся в красной зоне по распространению вируса. Антилидером в списке нарушителей оказалась Туркестанская область. Министр внутренних дел порекомендовал Акимам на местах и санврачам активизировать работу мониторинговых групп. Под пристальным вниманием должны быть ТРЦ и увеселительные заведения. Сотрудники столичного Акимата не заставили себя долго ждать. И сегодня же совместно с сотрудниками СЭС вышли на проверку. 150 видов птиц могут исчезнуть в Казахстане. Неутешительные прогнозы сделали отечественные орнитологи. Одной из причин вымирания ученые назвали войны на Ближнем Востоке. Пути миграции перелетных птиц лежат через Сирию. Пернатые просто погибают во время вооруженных конфликтов. Угрозу птицам представляет и ресторанный бизнес. В меню европейских кафе внесли новое блюдо – дичь. Зарубежные гурманы не брезгуют мелкими зябликами и соловьями. Поэтому владельцы общей пита отлавливают перелетных на пути миграции. Необычный способ воспитания заключенных внедряют в колониях Карагандинской области. Арестантов заставляют читать книги. Преимущественно классику. Специально для тюрем феологи местного университета разработали список литературы. Таким образом, осужденные получают не только знания, но и возможность выйти по УДО. Теперь на полках тюремных библиотек произведения Сейфулина, Есенберлина, Толстого, Гидема Пассана, Джека Лондона, Дюма, Булгакова и Шукшина. В общей сложности в список вошли 40 авторов. Бонус за чтение книг довольно заманчивый. Список прочитанной литературы будет учитываться при рассмотрении условно-досрочного освобождения. Забастовка на заводе по производству вакцин. Работники крупнейшей фармацевтической компании Франции «Санафи» по призыву всеобщей конфедерации труда провели однодневную забастовку. Акция протеста против объявленных сокращений, в частности, прошла на заводе по производству вакцин в пригороде Леона, Марси и Литуаль. По мнению протестующих, сокращение персонала в период, когда на повестке дня стоит выпуск компании собственной вакцины от COVID-19, говорит о том, что руководство не заботится о работниках и думает только о прибыли. Руководство, в свою очередь, отметило, что в акции протеста приняло только около 5% работников компании. Правительство Франции обещает не допустить сокращений персонала и производства на заводах «Санафи». Впервые за 5 лет в Сочи выпал снег. Из-за него на дорогах образовалась гололедица, сообщает корреспондент Хабар-24. К такому положению автомобилисты не были готовы, поскольку здесь почти никто не пользуется зимней резиной. Поэтому многие владельцы авто не стали садиться за руль. Но количество ДТП в городе все равно увеличилось. Коммунальщики переведены на усиленный режим работы еще с ночи. В городе работает почти полторы сотни единиц техники. Во дворах и скверах появились настоящие снежные горки. Снегом засыпало и сочинский дендрарий. Сейчас специалисты всеми силами пытаются спасти замерзшие растения, которые не привыкли к таким холодам. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют в Сочи ухудшение погоды. Температура воздуха может опуститься до минус 6, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Там объявлено штормовое предупреждение. Несмотря на это, некоторые сочинцы устроили в море крещенские купания. В Израиле на фоне пандемии разгорелась почти гражданская война. Обитатели ортодоксальных кварталов и населенных пунктов категорически отказываются соблюдать карантин. А при попытке призвать их к порядку, вступают в противостояние с полицией. Закрытие какого-нибудь заведения или арест нарушителя также оборачивается стычками. Вокруг собирается возбужденная толпа. Ситуация с заболеваемостью в религиозном секторе хуже всего по стране. В городе Бнейбракен, например, где почти все население ортодоксы, относительная смертность по сравнению с 2019 годом выросла на 25%. В таких городах и кварталах демонстративно не соблюдают правила. Отказываются носить маски, открывают магазины и детские сады. Результат – катастрофический рост заболеваемости и сильнейшая нагрузка на систему здравоохранения. По словам руководителя отдела здравоохранения Орли Гринфель, это уже уголовное дело по статье «Умышленное распространение опасной болезни». Первое место в общекомандном зачете намерены завоевать борцы Алматинской области на чемпионате Казахстана по Хазак-Куресе. Важное первенство состоится в марте. Сейчас спортсмены ведут активную подготовку. Ербол Аудухан за свою спортивную карьеру добился немалых высот. Завоевал Кубок страны, а затем выиграл чемпионат Азии. Тем самым защитил звание мастера спорта международного класса. В этом году он намерен пойти еще дальше и побороться уже на первенстве планете. Но прежде придется вновь стать победителем Кубка Казахстана. «Выступаю в весовой категории 55 килограммов. Есть много престижных соревнований, в которых я планирую выиграть. Сейчас в планах выиграть чемпионат Казахстана, а затем завоевать золотую медаль первенства Азии. В будущем хочу выиграть чемпионат мира и выступить на Олимпиаде». Вместе со своей командой Ербол оттачивает мастерство и навыки национального вида спорта. Однако помимо борьбы на ковре, спортсмены совершенствуют физическую силу. По словам старшего тренера сборного Матинской области Тимура Абыханова, важно выполнять каждое упражнение правильно, так как без общей физической подготовки не будет результата на татами. Настальник, к слову, не сомневается в своих подопечных. «На данный момент мы бесперерывно тренируемся по два раза в день, сохраняем физическую форму и оттачиваем приемы. Думаю, что в марте большинство моих воспитанников займут призовые места». Первенство Казахстана намечено на март. Доборцы со всей страны выяснят, кто из них сильнейший в восьми весовых категориях. Где пройдет чемпионат, пока неизвестно. Алексей Цой, Блайкутукпай, Телеканал ЖТСУ. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин